Оружие, разрешение. Для Павла утро началось вовсе не с кофе. В гости к нему пришли сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы. Цель проста – проверить, как мужчина свое оружие хранит. У меня светометр хранится, когда мне надо, я беру оружие и, соответственно, документы. Павел – охотник со стажем. В квартире у него целая оружейная. Внутри сейф, запертый на два замка. В арсенале и гладкоствольная, и газовая, и даже средства ограниченного поражения. Росгвардейцы скрупулезно сверяют номер на разрешении и на самом оружии. И так с каждым экземпляром. Модель, калибр, номер совпадает. Оружие не заряжено. Это, кстати, тоже важное условие. Оружие должно быть не то, что не заряжено. Хранить в сейфе патроны тоже нужно отдельно. У Павла все соответствует стандартам все-таки. Охотник опытный. Номера на разрешениях совпадают, все оружие в наличии. Поэтому сотрудники и составляют акт соответствия. Практически эталон. С сотрудниками лицензионно-разрешительной работы по городу Рязани в управлении Росгвардии Паризанской области сегодня была проведена проверка условий обеспечения сохранности оружия патронов у вас. Недостатков у вас никаких не найдено. То есть сейф у вас соответствует законодательству. Все оружие хранится законно в належащем виде. Исключает доступ посторонних лиц к нему. В акте соответствия расписывается и сам владелец оружия, если с осмотром согласен. Сейчас, конечно же, без нареканий. Я всегда стараюсь поддерживать, тем более с оружием, носить это додательство наше российское, чтобы все было так, как положено по нашим законам. Эта проверка внеплановая. Проводит ее в соответствии с распоряжением управления Росгвардии. Недостатки встречаются, говорят сотрудники. Однако в этом году, что называется, без нареканий. За два с половиной месяца таких рейдов ни одного недостатка выявлено не было. Иначе минимум штраф. Привлечение владельца оружия к административной ответственности. Здесь у нас бывают разные виды нарушений, разные виды статей, кодекса административных правонарушений. Это чаще всего штраф, конфискация, то есть лишение человека данного вида оружия. На этом, впрочем, с рейдами еще не все. Тем более в преддверии сезона охоты, когда к оружию внимание всегда педантичное. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».